hello my friends всем привет с вами кубик рубик и мы сегодня разберем новые введения которые появились в игре особенно талисманы точнее разберем сегодня только талисманы они находятся и крафтятся на стенке камень каменотеса заходим и выбираем ячейку атью и вот они вам талисманы их несколько видов основных два талисманы которые помогают заточиться с реликам то есть релик там броню вот допустим синенький на броню красный на оружие и зеленый на бижутерию но это понятно ладно и также заточить первую эпоху позволяет броню оружие или ювелирку теперь в подробности каждый вот этот талисман он не дает вещи упасть в цвете то есть релику упасть там до фиола и не дает релику сломаться то есть релик не ломается не падает цвете максимум что он может остаться как есть то есть точке релик с использованием такого талисмана он остается в релике лучший вариант он их уходит в первую оси двойным цветком точите то во вторую эпоху это класс нюанс этого тот что этот талисман персональный его нельзя не продать не передать не купить только в как но передаваемые зато вот эти вот заготовки которые нужны для его крафта мы поняли для чего нужен такой талисман есть еще один другой вид но сейчас мы о нем и расскажем то есть уже под вид будет два основных для релика и для того чтобы заточить первую эпоху первая эпоха также она не будет подойти в цвете и ломаться с использованием такого талисмана ну учитывая что эпохи и вообще не ломаются ой не падают в цвете только ломаются ну просто как факт это и те и те не не ломаются и не падать цвет нужны для их крафта для простого такого талисмана нужно 100 зачарованных ой зачарован 100 заготовок из очищенного солнечного акюма сколько они стоят на рынке сейчас мы через минуту узнаем они стоят довольно хорошо они разные то есть заготовки для брони оружие и ювелирки совершенно разные откуда же их можно добыть скажем так это есть на официальном сайте переходим на официальный сайт если кто не знает его ссылочка есть под описанием и вы видите вот эту их неофициальную новость что мы ввели можно точить релик можно точить первую эпоху безопасным путем но скажу сразу это довольно дорого откуда можно получить эти заготовки нужны так так нужны они получаются при разборе эфирийского и дельфийского шмота оружие инструментов от украшений тут в табличке все написано советую вам сделать скриншот сделать из него картинку можете там обрезать лишнее оставить одну картинку и в любой момент открывать эту картинку и смотреть какое количество с чего падает вы сделали или купили там наручи эфирийские точнули их до леги и хотели узнать сколько же заготовок из них получится открыли табличку то есть картинку с табличкой и увидели быстро удобно не надо открывать браузер прогружать сайт все удобно и понятно хороший совет мне кажется далее вы видите есть откуда они падают но нужно разбирать эфирийский и дельфийский шмот определенного раз во первых цвета цвет должен быть минимум лего но в принципе можно сказать только легенду релик первая эпоха и выше разбирать нету смысла и точить до этого релика дальше эпох нету смысла потому что количество падает одно и тоже то есть точно ли до леги легендарного цвета то есть оранжевого все ломаете и получаете свои заготовки точить дальше нету смысла также и покупать выше цвета нету смысле симка же не дешевле легендарного стоит но ломать во вторых ломать нужно эфирийский и дельфийский и там шмот оружие ттт реперы нужно определенным камень вот тут выделен камень лунного затмения камень лунного затмения берете его берете шмотку оружие ттт реперы легендарного цвета ломаете его с помощью этого камня и получаете свои заготовки свое определенное количество смотря что вы ломаете перенесемся обратно в игру те самые камни берутся в полезных мелочах подходите к нпс продающий полезные мелочи открываете на первой странице ничего новенького на 2 тоже и на 3 вы можете увидеть вот тот самый камень камень лунного затмения вот с помощью него который стоит 100 голда и между прочим его покупаете берете легендарную вещь то есть оранжевого цвета эфирийку или дельфийку еще раз напоминаю и ломаете и получаете заготовки но еще раз повторю вы получаете заготовки если у ломаете эфирийку вы получаете заготовки для релика то есть для того чтобы заточить релик цвет красный красного цвета но если вам нужно заточить первую эпоху вот смотрим дальше вот то есть талисман изменился он немного иной для этого нужно уже разобрать дельфийку то есть если вы хотите уже точнуть вот тоже самое вот они это простые вариантики нужно точнуть тут написано предметы качества эпохи чудес нужно разобрать дельфийку легендарного цвета тем самым камнем специальным за 100 голды и получите то же самое количество допустим вот нахрудник взяли разобрали 60 заготовок получили но уже иных то есть эфирийские и дельфийские заготовки различаются также конечно и в цене потому что их продавать как видите можно также как искупать но не дюже дорогие и вы видели допустим промелькнул такой вот вариант это те же самые талисманы что и были до этого которые позволяющие точить релик и первой эпоху без лома без подоцвета но уже с особой плюшкой то есть тут добавляется в крафте слабоуниверсальный катал то есть обратите внимание слабый универсальный катализатор есть просто слабые универсальный катализатор которая не подходит тут уже слабый универсальный именно Катализатор Обратите внимание И с помощью него Используя его в крафте Вы можете скрафтить уже Талисман С шансом С повышающимся шансом На успех в полтора раза Это Такая вот Плюшка, скажем так, неплохая Кого есть Деньги, скажем так Потому что Начнем разбирать это все в цене Потому что Слабоуниверсальный катализатор Найдем его на Ауке Слабоуниверсальный катализатор Стоит 1600 1600 Стоит один катализатор Если вы хотите поднять Свой шанс в полтора раза Это, мне кажется, довольно хорошо И учитывайте Это попытка Если вы точите релик Допустим Это с этим камнем Этим Талисманом С полтора С улучшенным этим шансом В полтора раза Что вам повезет И вы точнете Но не факт Не факт, что вы точнете Не факт, что вы потратите столько голды И вы точнете свой, допустим, релик Или первую эпоху Они есть разные И для релика То есть с улучшенным шансом И для первой эпохи Так что Тут Для всех есть Вариантов Но Смотрите Если набрать Заготовки То есть То, что Нужно Самая Важная часть Сколько они стоят Сейчас В цене Заготовка Это у нас Для бижи Получается Зелененькая И стоит Она Получается Где-то Тут Одиннадцать Голды Я понимаю Сейчас мы Посчитаем Быстренько Ну да Одиннадцать Голды Стоит у нас Одна штучка Нам нужно Сто То есть Тысяча Сто Тысяча Сто Голды Вам понадобится Для того Чтобы Попробовать Точнуть Реликт В То есть Можете даже Двойной свиток Купить Они тоже Хорошо стоят В Каком-нибудь там Первую Вторую Эпоху И еще раз повторю Это Попытки Это Неточный вариант Вы не точно Это все Точнете Также имеется У нас Заточка Для брони Ее также Понадобится Нам Сто штук И как видите Она у нас По двадцать Голды Выходит И получается Две тысячи То есть Нужно Две тысячи Голды Это Без Улучшенного Шанса В полтора Раза Если улучшенный Шанс Хотите Плюс Еще Тысяча Шестьсот То есть Получается Три Шестьсот Три Тысячи Шестьсот Голды Вы тратите На одну Попытку Чтобы Улучшить Повторяюсь Релик Релик Чтобы Улучшить Релик 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 Я не знаю Какая должна быть Релик Седьмой Грейт Хищника Я не знаю Чтобы Совсем Отшал К Зеркал К Допустим Что еще Может быть Я не знаю Что Драконы Посох Лук Кракена Допустим Вещи Щит Вроде бы У него тоже есть Я не знаю Вот что Такие только вещи А зачем Смысл Три Тысячи Шестьсот На хищника Допустим Любого Ну это Бредятина Понимаете Или это Бредятина Три Шестьсот Это цена Насколько Должна упасть Чтобы Это было Более Менее Юзаберно Никто Не будет Тратить Даже Без Катала Ну Будут Естественно Будут Кто Сомневался Но Это все Знают Кто Именно Будет Не По Именам Вася Петя А именно Кто Какие Именно Люди Две тысячи Это довольно Много Я буду ждать Пока Цена Не Снизится Или Вообще Не Буду Только Воспользуюсь Другим Что Узнаете Чем Я Воспользуюсь Узнаете В конце Уже Дальше Пробежимся По Списочку Это Я Напоминаю Все Заготовки Еще Идут У нас Для Релика То Есть Очищенные Это У нас Все Для Релика Вот Добрались Мы До Оружия И Тут Надо Нам 24 Голды За Штучку Заплатить И За 100 Что Получается 2400 Даже Под 500 Даже Ну ладно 2400 Ок 2400 Это Уже Даже Побольше Чем На Броню Но Уже Кстати Цена Уменьшается По Чуть Я Замечал И Периодически Смотрю Цена По Чуть Уменьшается То Есть Там Уже Было Сегодня Вчера Где-то 22 Голды За Броню Сегодня Уже 20 Даже 19 Чем Под 19 Идет Также И На Оружейку То Было Где-то 26 Чем То Ой 25 Чем То Да И 26 Сейчас Уже Ну Было Имею Ввиду Где-то Утром Или Вчера Вечером То Четверг Сегодня Уже Второй День После Сия Происшествия И Заготовки Чуть-чуть По чуть-чуть Дешевеет Я думаю Они Скорого Времени Обретут Свою Конечный Свой Конечный Результат И Надеюсь Что Он Будет Юзабельный И Можно Будет Заюзать Эти Заготовки Чтобы Скрафтить Чтобы Заюзать Их Уже При Улучшении Своего Предмета Но Переплачивать Я не Собираюсь Довольно Дорого И Чтобы Найти Допустим Это все При разборе Ферейки Идут Очищенные При Разборе Дельфики Идут Совсем Другие То есть Они Похожи На вид Но У них Название Другое Заготовки Из Очищенных Все Больше Других Заготовок Нет То есть Чтобы Получить Первую Эпоху Заготовка Из Они Называются Заготовка Где у нас Там Истинного Из Истинного Звездного Лунова И так далее Солнечного Точнее Даже Заготовка Из Истинного Смотрим Науки Их Нету Ну Давайте Так вот Нету Нету Науки Потому Что Их Очень Мало Дельф Стоит Достаточно Дорого Даже У людей Которых Есть Деньги Это Тоже Довольно Дорого Скупать Дельф Тем более Не одну Как у него Дельфийскую Вещь А несколько Нужно Это Дорого И Ради Попытки Точнить Первую Эпоху Ладно Двойной Свитком Окей Хрен С ним Но Точить Релик За 2000 Это Через Чур То есть Релик Не такая Уже Ценность Чтобы Его Точить За 2000 Надо Ждать Пока Цена Упадет И Она Падет Из-за То Что Никто Не Будет Покупать Но Настолько Маленькое Количество Го Деньги Скажем Так Около Деньги Мало Они Будут Ждать И Они Дождутся Своего В скором Времени В этой Игре Все Дожидаются Своего Времени Конечно Иногда И Долго Но Дожидаются Потому Что Релик Сейчас Уже Дешевеет Он И Будет Дешеветь После Этого Потому Что Кому Надо Он Себе Заберет Этот Релик А Почему Заберет Сейчас Я Еще Вкратце Расскажу Перенесемся На Сайт Помимо Вот Этого Всего Я Уже Сейчас Заканчиваю А Да Кстати Нам Нужен Будет Еще Лунный Жемчуг Лунный Жемчуг Для Крафта Но Это Такая Уже Важная Суть Нужен Будет Лунный Жемчуг Такой Ингредиент Его Можно Будет Найти Лавки За Очки Чести Вот Лунный Жемчуг 3000 Очков Чести Он Стоит Вы Берете И И И И И И И В Крафте Тут Ничего Сложного И Я Хотел Сказать Еще То Что Они Изменили Еще Одно Изменение Которое Ждет В Сентябре Возможность Быстрее Получить Качественную Экипировку После Установки Обновления У предметов Эпического И Легендарного Качества Больше Не Будет Шанса Ухудшения Теперь При Неудачном Улучшении Качество Предмет Останется На Том же Уровне Теперь Докрафтить До Релика Намного Будет Легче Ну Скажем Так Иногда Намного Потому Что Кому Не Фартит Образно Говоря Ну Подкрепи Пока Это Твое Невезение Точнее Пройдет Черная Полоса И Наступит Белая На Который Ты Все Ж Скрафтишь Себе Свои Любимые Релики С Цветами Тут Прикольно Ладно Пока Не Точнется Твой Релик И Ты Можешь Легко Его Точнуть Вот Я Себе Сегодня Точнул Ну Довольно Быстро У меня Тем более Один Дель Трой Эфирик Они Довольно Хорошо Три Воли По 70 Халдей Три Воли За одну Точку И Относительно Я Хорошо Точнул Особенно Лук Точнул До Релика И Дальше Я Не Сопираюсь Точить Этими Талисманами Ну Блин Это Дурого Релик И Окей Может Потом Когда Решусь Может Быть И Завтра Я Не Знаю Как Сложка Ситуация Решусь Точнуть Дальше Но Не Талисманы Не В данное Времени Сегодня Я думаю Не В ближайшую Неделю По Крайней Мере Цена Особо Не Изменится Категорически Поэтому Релик Будет Дешевле Конечно Кому Надо Уже Крафтят В данном Мед Может Кто-то В данный Момент Крафтить Сидит Ну Крайней Плюсуйте Кто Крафтит И Ставьте Лайки Потому Что Да Вот Насчет Этого Они Молодцы Дали Возможность Всем По Крайней До Релика Догнать Или Приготовить Скажем так Все До Релика На Какое Либо Не знаю Будущее Или Вообще Просто Есть Какой-то Замысел Ладно Это все Что я хотел Рассказать О талисманах Я думаю Было Подробно И ясно Рассказано Что да Как И чтобы Никто Ничего Не Перепутал Потому Что Вещи Дорогие Еще раз Повторяю Первое Время Они будут Дорогие Не Решусь Но Первое Время Будет Довольно Дорогие Это все Этим Всем Заниматься Ладно Всем пока Всем До Завтра До Скорого И Пока